Выйдите пожалуйста в порог, я вас не приглашала пока что. Вы не имеете права пересекать порог моего дома. Вы уже нарушили. И что? Вас кто отпустил? Вы сейчас пересекли мою частную собственность. Это мэра, давай поместье. Ну у вас тут организация, говорят. Кто говорит? Ну у вас в прокуратуру проверку вступил смотреть. Организация, общественная организация Ортания. Ну и что? Да, она оформлена на основании частной собственности. Я вас не пускала внутрь пока. Давайте вы вначале представьтесь и цель озвучить вашего прихода. То есть я как бы, если вы по Ортани, я не против с вами по взаимодействию. Ну по Ортани я прихожу. Мы сидели в новом розыске. Так. Московский отдел полиции. Так. 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 Поступил в наше дело из прокуратуры Лизанского, Московского района о том, что является организацией Ортания, расположенной по адресу города Лизанинской, Преображенской дом 4, Танхаус 4. Так. В поручении прокуратуры указано, что необходимо установить руководители общественной организации. А она указана была? Где я просить? Мы уведомляли все структуры государства подобного образования Российской Федерации, где было указано. Прилагался протокол учредительный, прилагался устав, и от имени главы общины были всем разосланы. Значит. Ну вот смотрите, тут вот есть. Получается, там устав вас? Да, да. Ну вот глава общины подписался. То есть на основании, он подписался не как гражданин Российской Федерации, он не подписался как вообще какой-либо гражданин. Он подписался именно как основатель рода. То есть у нас в своей общине документы альтернативный. Вы какую личность собираетесь устанавливать? Ну мне необходимо... Личность это документ. Не личность. Мне необходимо опросить, то есть по данной организации директора, да, то есть какие мероприятия здесь происходят. А вы имеете компетенцию опрашивать организацию, которая не в вашей юрисдикции? Почему не в нашей юрисдикции? А потому что эта организация, Артания, да, она образована народом. Вы открывали это? Образована народом, она на территории Московского района находится. Нет, она на земле предков находится. Ну, у вас как бы получается филиал или что? То есть у вас как бы получается организация, она здесь находится? Вот смотрите, во-первых, Артания это не организация. Артания это объединение родов. Да, объединение... Вы сказали, Максим Сергеевич вас зовут? Максим Сергеевич, вы имеете юридическое образование? Начнем с этого. Имею. Имеете. Вы перед тем, как сюда приходить, вы с материалами дела внимательно ознакомились? Это не дела, это материал проверки. В материалах проверки должны быть материалы, те, которые мы предоставляли. Вы... Ну, это ваши вот копии. Да, да. Вы устав посмотрели? Устав посмотрели? Читали внимательно? Да. Ну, читали, точно. Точно. А протокол учредительного собрания читали? Ну, до протокола я не доходил. Вот видите, а как так? То есть вы пришли и даже не изучили. Нет, смотри. А в нем вся суть. Давайте прямо вместе сейчас с вами побыстреньку. Вы сразу расставлю акценты. Я сейчас видеопротоколирование веду не для того, чтобы вас в чем-то там потом обвинять, да, чтобы показать другим членам общения. Это устав. Открывайте протокол учредительного собрания. То есть просто фиксирую наше с вами первичное взаимодействие. Пожалуйста. Сейчас как спустится глава общины, если он пригласит вас, я с удовольствием вас и... Так, это все еще устав. Да, это устав. Протокола, протокола. Потому что мы... А протокола здесь, по-моему, даже и нет. А вот как так? Потому что протокол это основной документ, по сути, в котором указаны именно статусы. Статусы. Смотрите, здесь вот только учитесь устав. Да, это устав. Да, я протокола не вижу. А как же так вам протокол не дали? Ну, это вот, по которому я поступил. Они нам передать по территориальному органу. Так, сейчас, подождите, я прерву тогда видеосвязь. Сейчас, на секунду. Так, значит, я вам сейчас достану для вашего понимания. Первое, это те документы, которые почему-то вам не были переданы. То есть мы передавали во все структуры, да. Причем мы аутентичные копии передавали, оформленные вот таким образом. И передавали протокол учредительного собрания. То есть в протоколе учредительного собрания указано. То есть если бы вам передали протокол, у вас бы таких вопросов не возникало. То есть вот смотрите, кто является учредителем. Возьмите в руки, я вам разрешаю. Можете вслух зачитать, и я вам объясню, что это обозначает. Почему статус именно так указан, а не эдак. Вы понимаете, почему такой статус указан? Не фамилия, имя, отчество. У вас есть это понимание? Если нет, я поясню. Ну, дополнительно поясню. Просто вы, видимо, с таким не сталкивались. Значит, смотрите. Ну, это я не просто хотя бы понимаю, что это... Нет, ни с какой религией это не связано. Это связано с естественным правом. То есть в 1966 году в Нью-Йорке был подписан международный пакт о гражданских и политических правах. Одной из стран-подписантов являлся СССР. Российская Федерация правоприемник СССР. Вы же не будете с этим спорить. Вот. На основании которого глава первая, статья первая сказана, все народы имеют право на самоопределение. Самоопределение – это то, кем ты себя считаешь. То есть я себя не считаю фамилией, именем, отчеством. У меня, например, четыре паспорта. Вот в данный момент. Разных. Внутренний российский, заграничный российский, паспорт мира и паспорт СССР. На три паспорта у меня счета в банках открыты. На одну фамилию, на вторую, на третью. Я это говорю как пример, что нельзя быть одновременно и одной фамилией, и второй, и третьей. Значит, вот это документ первичный, который называется «Вале заявления о самоопределении», который сделан именно на основании вот этого пакта. То есть в нем я указываю, кем… Возьмите, пожалуйста, в руки, ознакомьтесь. В нем указывается, кем я себя считаю. Со ссылками на авторитетные источники и на те или иные документы. С этим понятно? Данный документ оформлен по международному праву. То есть не в соответствии с законодательством Российской Федерации, да, а высшее. То есть вы знаете, 15-я статья Конституции, что международные нормы права, они главенствуют, если они не входят в противоречие. В 5-й статье Конституции Российской Федерации также сказано, что народ имеет право на самоопределение. Ну, я думаю, вы имеете. Далее я вам показываю тот документ, который был упомянут. Это акт субмедэкспертизы. То есть это государственная, бюджетная, рязанская субмедэкспертиза. Она апостелирована Минюстом. Сразу показываю, чтобы вы понимали. Она заверена двумя нотариусами с переводами на английский язык. То есть этот документ статус имеет международного. Где указано, то есть, что производился анализ крови. Вы видите, какого объекта. То есть не ФИО. Такой документ вы могли, в принципе, никогда не видите. В институте вам такой вряд ли показывают. Но это, скажем, такой документ нестандартный. Не для всех. То есть по данному документу выявлено, что моя кровь, вот моя кровь, которая течет в моих жилах, как человека, она относится к истотному народу, раса арий. То есть это те народы, которые населяли данный континент. Поэтому мы не говорим ни о Российской Федерации, ни о СССР, ни о Российской империи. Потому что эти народы, они были 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад. То есть я имею отношение к этой земле по праву крови. Далее я вам обосновлю. В газету Рязанскую была подана оферта, публичное обнародование о землях. То есть наш род, после того, как был сделан вот этот анализ, то есть на основании, естественно, права, мы заявляем права на землю. Вы это можете вообще себе даже взять. Я сейчас оригинал газеты не буду. Я могу вас спросить, документы протоколы, как вы хотите, ксерокопировать, что это, чтобы я вам показала? Да, но я удивляюсь, почему вам это не дали. Потому что я вам предоставил, вы сами видели, что там не протоколы. Да, да, я вам дам, конечно. То есть я вам сейчас цепочку логическую веду, что на основании права крови мы считаемся истотным... Сейчас, секундочку. То есть я вам обосновываю логическую цепочку, почему так, да? То есть на основании права крови мы находимся на земле предков истотного народа. И как никто, имеем на нее право первоочередное. Первостепенное по крови. То есть по международному праву, по естественному. И такие же абсолютно точно люди живые, которые сделали такие же судмедэкспертизы, у каждого из них есть аналогичные. То есть уже заявляя на основании самоопределения свой статус, имея подтверждение от судмедэкспертизы государственной, у всех это апостелированным иньюстом, мы уже как народ, не как физлица, а как народ образуем общину. В духе чести, совести, братства, не нарушая ничьи права, но не в юрисдикции Российской Федерации. То есть мы можем как-то соприкасаться, вот по тому же понятию, как мы сейчас с вами это делаем, как-то взаимодействовать. 103-й, насколько я помню, федеральный закон о МСО, о образованиях, где население имеет право на образование. Вот на этом законе мы можем с вами соприкасаться. Вот, поэтому по большому счету прокуратура не имеет права проводить проверки, потому что плоскость другая, юрисдикция другая. То есть юрисдикция Российской Федерации, она в соответствии с 67-й статьей Конституции, второй пункт, находится на континентальном шельфе. Понимаете, что это такое? Да, абсолютно. Но это морское право. Открыть вам Конституцию, она у меня с собой показать? Нет. То есть морской шельфы это то, что под водой. То есть Российская Федерация, она сейчас, по сути, не имеет юрисдикцию на земле. А вот юрисдикцию на земле не имут. Вот, как народ. Соответственно, я вам могу, ну, именно в духе взаимодействия, в духе братства, ответить на какие-то вопросы, но не как пояснение, а просто вот как человек с человеком. То есть вот в этом, вот в этом плане. Но без какой-либо... Вот, смотрите, Конституция, да? По сути, ваша. Вот, 67-я статья, второй пункт. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительно экономической зоне в порядке, определяемом федеральным законом. Что такое континентальный шельф? Это под водой. То есть есть земля, а есть шельф под водой. Вы этого не знали? Я помню вас. Так, да, по поводу, чтобы на не задерживать. Перешел человек из прокуратуры. Я его не приглашаю без твоего разрешения к нам. Но я ему уже, в принципе, все обрисовала. Вот, поэтому я вам могу дать сейчас идентичную, аутентичную копию протокола собрания. Могу вам выслать на почту видеофиксацию нашего с вами взаимодействия, чтобы вы могли отчитаться перед вашим вышестоящим руководством о том, что вы были и действительно проводили. Вот, пожалуйста, протокол я вам передаю. Нет, выбери, это копия аутентичная, то есть это не оригинал. Это идентичная копия. То есть я могу спросить фотографии? Пусть будет. И я вам отдаю копию, то есть из газеты. То есть вот оригинал газеты вам. У нас причем есть протокол исследования доказательств нотариальный, где нотариус делал протокол исследования доказательств, что в газете действительно это было. Потому что газету закроют, где эта газета. Ну, я вам ее показываю оригинал. Вот, я вам отдаю копию. То есть о том, что вот земли принадлежат, заявлено роду. Чтобы вы понимали, никакой экстремистской деятельности в понятиях Российской Федерации не ведется. Вот, то есть никакой, скажем, никакие мероприятия, которые затрагивали бы свободы других граждан, скажем, Российской Федерации, кроме вас, как гражданина, или там других структур, не ведется. Потому что общаясь от общины, я с вами не как гражданин общаюсь, а просто как человек, как женщина, в собственном имене. Вот, поэтому вам беспокоиться не о чем. Если будут какие-то конкретные вопросы, например, захочет правительство из Замской области пригласить нас на какой-то праздник. Мы поучаствуем. Да, мы поучаствуем. Потому что мы носители традиций, и можем какие-то мастер-классы проводить. Вот в этом плане можем сотрудничать с вами. А так мы абсолютно самодостаточные носители суверенитета и так далее. Тогда поясните мне, что просто отказывайтесь давать что-либо на бумаге. Я не буду на вашей бумаге ничего писать, в принципе. Поэтому я вам сказала альтернативный вариант. Мы с вами ведем видеофиксацию. Я вам его пришлю, и вы это сможете при сухой купить к материалам дел. Давайте, давайте. Потому что это является таким же доказательством, как и это. Таким же точным доказательством, как и, собственно, если бы мы с вами письменно взаимодействовали. Вы мне адрес напишите вашу, и я вам на адрес пришлю. То есть беспокоиться, по сути, вам не о чем. Потому что мы уведомили всех. И ФСБ уведомили, и администрацию, и МВД. от МВД ответ пришел, то есть что они приняли к сведению. Да, напишите мне на бумажке, на вашей какой-нибудь. То есть я вот сейчас при взаимодействии с вами выступаю именно как представитель общины. У вас телефоны есть наши? Телефоны наши? Нет. Вы запишите мой телефон, и если у вас будут какие-то дополнительные вопросы... Давайте. Так как? Алия. Нет, номер. 8-920-955-4488. А как зовут вас? Алия. Алия община Артания. Можете так и написать. То по любым вопросам можете звонить. Если что, я вам, например, могу по электронной почте что-то там ответить или направить. Спасибо. Вот. А видео я вам пришлю. Да? Хорошо. Вы мне единственное, знаете, еще что повторите? Вашу должность. Оперуполномоченный. Оперуполномоченный. Отдел уголовного розыска. Уголовного розыска. Ленина полиции Инчиков Максим Сергеевич. По московскому району Рязанской области. Угу. Так, это у нас Б, Р, Д. Б, Б. Б, В. Б. Ага. Чуть-чуть ручка. Это Д или тоже Б? Это Б. А, Б, 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 Б. Б, 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 0, 9. Ага. Ну, хорошо. Наверное, рекоменду скинуть. 0, 9. Не, ну, понятно. Б, Б, 0, 9. Инчиков. Собака. Мэл. Точку. Все, хорошо. Тушу. Пришлю вам видео тогда. Все, тогда расстаемся, прощаемся? Да. Да, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.